Начальник охраны Путина Виктор Золотов решил продолжить традицию видеоблогерства, начатую Усмановым, и обратился с настоящей угрозой в адрес Алексея Навального. Об этом мы сейчас и поговорим. Это очень показательное видео о российской так называемой элите, образе их мышления и способу общения. Посмотрев все это обращение полностью, у вас не останется ни малейших сомнений, кто управляет этой страной. Вот от того, что вы, господин Навальный, никогда не получили ответку, а именно, вы всех постоянно поливаете, всех оскорбляете, и вам никто в ответ ничего не говорит. Вы знаете, вы, наверное, чувствуете себя гонщий, идущий по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи, но в действительности вы просто оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брыжитесь длиной, лаяте, тявкайте на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину, от вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратитесь как раз по заднюю, по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так, прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Собственно говоря, по ходу этой беседы, где он в открытую угрожает Навальному, а мы имеем дело с начальником Росгвардии России. Да, это высокопоставленное лицо. Мало того, что он якобы вызывает на дуэль Навального, он еще и предупреждает его, что от него не останется мокрого места, что он превратит его в пятно, как от слезняка и так далее. Послушайте лексикон этого человека. Дмитрий Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу под лица и труса, коим я вас и так считаю. Привепнят еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слезняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать. Итак, вот этот типчик пытается из себя состроить человека с честью и требует сатисфакции. Сатисфакции. Дважды он употребляет это слово. Сатисфакция – это своего рода либо удовлетворение претензий в плане дуэли, либо публичное извинение. Сатисфакцию часто предъявляют государственным деятелям или даже одно государство другому государству. Генерал-силовик вызывает на дуэль человека обычного гражданина, да еще и в этот момент сидящего за решеткой. Давайте просто посмотрим на этого человека. Интересно, что черты лица у него очень напоминают Владимира Путина. Или, скажем так, что-то среднее между Савелием Краморовым и Владимиром Путином. Не хочется в этом случае оскорблять память Савелия Краморова, но Виктор тоже определенно косит, что делает его лицо очень непривлекательным. И такие маленькие свиные глазки, близко посаженные друг к другу, очень длинный нос и кривой рот. Обратите внимание, раньше в России была примета – кривороты всегда врут осторожно. И еще давайте посмотрим, как одет этот человек. Вот меня всегда поражает вид российских военных. Я уже отдельно делал об этом ролик. Начиная с самого низа, то есть обыкновенные сержанты и рядовые, каждый из них старается себя приукрасить уж как только можно. И тянется это на самый верх. Мне, например, отвратителен вид Сергея Шойгу или Шойку. Человек, который никогда не служил, не имеет никакого отношения к армии, навешивает на себя все возможные побрякушки. Они выглядят хуже, чем старцы брежневских времен. И вот сидит Росгвардеец, так сказать, главный из этих всех. Посмотрите, как он выглядит. Все эти кокарды, все эти огромные погоны, таблички для, видимо, слабозрячих своей волшебной фамилии. И весь вот этот вид, пурпурная тельняшка, все это показывает, что они буквально не знают, чем бы себя еще приукрасить. Нормальный мужчина не стремится к этому. Он бы еще крес себе на толстую цепь повесил, что наверняка 100% у людей такого типа есть. Это раньше, знаете, персты одевали, всякие накрахмаленные воротники, а вот сейчас в российской элите все эти жестянки и побрякушки, не имеющие ни малейшей ценности. Потому что завоеваны они никогда не были. Эти все награды ничего не стоят. И человек подобного типа строит из себя кого-то, кто должен внушать страх или уважение. Найдите того человека, которому Виктор Золотов внушает уважение. Я уверен, что даже среди отчаянных путинистов таких не найдешь. Это же понятно, что он вылез из обыкновенных охранников. И сейчас сидит в звании генерала только потому, что хорошо всегда стоял за спиной своих хозяев. Сначала Собчака, а потом Путина. Как известно, Золотов попал в персональную охрану Собчака, а потом Путин переманил его к себе. И вот с тех пор он охраняет задницу Путина. Кстати, послушайте, что он говорит по поводу своего богатства. Вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машете ей как тряпкой. Вы знаете, там ничего нового абсолютно нет. И она действительно была заполнена мною далеко до того, как я пришел на службу в разгладе. Это чтобы вам было понятно. Там и так это видно. Так что не лукавьте, пожалуйста. Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок и отслужил службу в армии. Работал на производстве. Был, кстати, удаленком коммунистического труда. И потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба. Чтобы понять, насколько Золотов близок Путину, достаточно посмотреть на известные факты. Стало известно, что в мае 2014 года он стал владельцем трехэтажного дома в Келенджике. Общая площадь дома составляет 1000 квадратных метров. Судя по последним доступным фотографиям, дом представляет из себя настоящий комплекс, своего рода огромную резиденцию с выходом непосредственно к Черному морю. Его соседом, например, является Виктор Зубков, председатель совета директоров Газпрома. Любовь Кабаева, мама Алины Кабаевой. Ну вот случайно зачесалась между этими господами. Мама какой-то там Алины Кабаевой. Там же живет Кирилл Селезнев, член правления Газпрома и другие. Кстати, неплохо было бы когда-нибудь случайно уронить туда бомбу. Самое противное, как написал один человек, это то, что все продолжают называть генералом безмозглого бандита, бывшего слесаря, кстати, цепного пса, напялившего на себя конно и незаслуженно генеральскую форму. Итак, это высокопоставленный российский чиновник. И он смеет в сети на многомиллионную аудиторию угрожать российскому гражданину. Человеку, который занимается некой политической деятельностью. Я сейчас не даю оценок Навальным. Мое мнение о Навальном не изменилось. Через Навального Золотов может обращаться к тем, кто стоит за Навальным. Не об этом речь. Алексей Навальный гражданин России. И высокопоставленное лицо, начальник гвардии этой страны угрожает и говорит, что сделает из него отбивную котлету, но и то, что он будет издеваться над ним или унижать его на глазах своих сотрудников. То есть он устроит еще показательное шоу из унижения человека. Это совершенно не важно, Навальный на этом месте или кто-то другой. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. Я вас уверяю, он тогда стыдно будет выйти на улицу, а слово я держать умею. Так что не будете лихо, господин Навальный. Это напоминает пацанские разборки, но извините, мы говорим о руководителях государства. Мы говорим о человеке, под руководством которого находятся 400 тысяч вооруженных людей. Вот представьте себе, кто руководит этой страной. Люди, которые нагло лгут. Люди, которые называют черное-белым. И дальше в один момент, конечно же, он по Фрейду оговаривается. Послушайте вот это. Для вас народ это просто быдло. Вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, которая сейчас существует. Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности, абсолютно ничего. Вы просто перекати поле. У вас нет ни страны, ни отечества. Этот человек прекрасно понимает, что доля этого народа в этот момент не завидная. Кто в этом виноват? Не те ли люди, кто сейчас управляет этой страной. Они миллионеры, проживающие замечательно свою жизнь, обеспечившие уже своих детей, внуков, племянников и всех остальных. И он рассуждает о том, что доля народа сейчас не завидная. Для вас народ это просто быдло. Вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, которая сейчас существует. Так благодаря кому, господин Золотов, этот народ сейчас живет так плохо? Так что все эти ублюдки понимают. Понимают, до чего они довели народ. Понимают, что они лгут и продолжают выкручиваться. И понимают, что наступил момент, когда им придется показать свои зубы. И это не повод для смеха и шуток, поверьте мне. На самом деле происходит страшная вещь. Этот человек выводит физическое насилие, угрозы, расправы как аргумент в политической дискуссии. То есть он считает, что своему политическому противнику можно угрожать в подобном тоне. Этому государству конец, господа. Это все. Если бы я жил в России, то я бы сейчас не шутил. Мне бы стало по-настоящему страшно. И даже страшно не за Алексея Навального, если бы что-то хотели бы с ним сделать, уже бы сделали. А страшно за то, что творится в этой стране. Беспредел на высшем государственном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok